Ой-ёй-ёй-ёй, ни хрена себе тут толпы... Ой, здрасте! Красотка какая! Наши дни? Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал Телекоплей, я Наташа, мы с вами продолжаем играть в Ходячих Мертвецов. У нас с вами идёт следующий сезон, третий. Ходячие Мертвецы, Новый Рубеж. Промешонный я пока пропустила, оставим её на потом, там вроде бы как Клементина не будет и не вижу смысла мешать нам эту историю. Давайте пройдём сначала с Клемкой и всё, а потом всё остальное. Фух, ну мы с вами почти близки к игре, по сути это получается предпоследний сезон и потом будет последний сезон, вроде бы как. И остаётся ещё две игры, про Мишон и ещё про кого-то. Эпизоды. Начать, продолжить, конечно, нашу историю, конечно, мы продолжаем нашу историю. Импантиру... И да, вот это вот нам нужно. Так, Клем наконец-то поняла, что в деле защиты ЭйДжея ей полагаться некого. Начать историю. Неразрывные узы. Когда Хавьер и его семья случайно встречают рождевную группу про... Так, я надеюсь, я всё правильно нажала. Привет. Время пришло. Езжай сюда. Понял. Эм... Я начинаю собираться. Живее, Хави, поторопись. Слушай, я не хочу копать тебе мозги, но... Ты не приехал, когда отец заболел, и я тебе не виню, но... Уж постарайся быть рядом, когда его не станет. Я понимаю, просто я уже в пути. Давай, братан, беги. Нас не догонят. Нас не догонят. Нас не догонят. Я пытался. Ты кусок говна, ты это знаешь? Всего раз. Да я пытался успеть. Я пытался успеть. Прошу, я пытался. Пытался? Пытался? Ты чё, охерел? Чё, дебил? Здесь собрались все. Они здесь уже несколько дней. А где носил тебя? Мы были рядом. Люди, которые его любят, были рядом. А он был напуган. Напуган. Каждый раз, когда он осматривал комнату, в его глазах виднелся страх. Где же Хавьер? Где же мой мальчик? Я был рядом. Стоял у его постели, держал его за руку. Так и подобает хорошему сыну. А он меня даже не замечал. Он не замечал меня, потому что искал тебя. А чё ты ревнивый-то такой? Да мне жаль, ясно? Господи, Дэвид, мне жаль. Извинения, его не вернут. Эгоистичное херло. Ну, я так заменю. Дядя Хави. Почему вы деретесь? Да, просто мы говорили, Габриэль. Точно. Мы с твоим дядей решили потрепаться. Да, нормально потрепались. Теперь у меня красная щека. Иди в дом, Михо. Мы сейчас придём. Иди. Всё хорошо. Дом. Короче, чтоб вы понимали. Насколько я помню, по-моему, вот этот сезон так и начинается. А Клементина должна появиться позже. По-моему, пока что, типа, как-то так. Посмотрим. Это, типа, абсолютно новая семья. Но она будет переплетена с Клемкой. Короче, я просто не помню. Но, по-моему, так. Потому что я в Мишон играла. Я не помню в Мишон Клементину вообще. Так что... Мужайтесь. Знаю, сложно принять мозгу, что начали не с Клемки. Но Клемка где-то путешествуется. Ладно, мы ж братья. Ты просто мудила, осёл. Ну, а я, типа, хороший. Я подумаешь, опоздал. Пробки. Нужно вызвать кого-нибудь, чтобы забрали тело. Спасибо за пивко. Ага. Ох, Михо, Михо. Я люблю тебя, братишка. Ты ведь это знаешь? Да знаю. Ты просто мудак немножко. Знаю. Не, ну у всех бывает у братьев и сестёр, то, что кого-нибудь ударишь в порыве вот этого всего. Это нормально. Типа, там, поругаться. Ну, это ж семейные вот эти чёрки. Ты думаешь, что ревновал тебя к отцу? Да нет, ничего подобного. Ну, а я ревновал. Причём довольно долго. Ты потерял больше, чем я когда-либо обрету. Но, может, из-за этой ситуации будет польза. Ты нужен нам. Здесь. Пора взрослеть. Ты больше не можешь от нас бегать. Я постараюсь. Да, ты прав. Я даже спорить не стану. Хорошенький такой. Ничего, мальчик. Я буду рядом, обещаю. Можно на меня положиться? Положиться на тебя, а? Я хочу в это верить. Правда? Хави. Привет, Кейт. Мне так жаль, Хави. Так жаль. Спасибо. Пойдём в дом. Ты нужен маме. А это что за баба? Что произошло? Да... Так, ничего. Пойдём. Мы и так играемся немножко, развлекаемся. У нас весёлые братские тёрочки. Такие типа. А я по-братски тебя долбану, ты меня по-братски харкнёшь мне в лицо, и мы, если мы одна большая дружная семья. Мы какие-то мексиканцы, судя по всему. Пока что. Пьеху, пердеху, это вот из этой категории. Бабулька сидит. Это, наверное, моя мать. Здравствуй, мать. Ой, она обижена на меня. Мама! Где ты был? Истеричка. Я пытался успеть. Пытался. Мне очень жаль. Его больше нет. Михо больше нет. Теперь он в лучшем месте, мама. Ну вот. Ненадолго. Дядя Гектор что-то там... О, ещё девочка. А что насчёт похорон? Да я это обсуждал-то с отцом до его кончины. Нас знакомят просто с какой-то новой семьёй. Я думаю, что сейчас всё будет нормально. И клеммку найдём. Не могу дозвониться. Говорят, что звонок не проходит. А, это, видимо, показывает, как у них эпидемия, наверное, началась. Скорее всего. Я начала вспоминать чуть-чуть. Правда, не помню, что будет дальше. Давно играла. Хочешь пить, детка? Тебе налить сока? Нет, я несу стакан дедушки. Солнышко, дедушка умер. Больше тебе не придётся наполнять дедушкин стакан. Малышка, он уснул. Да нет же, Яя. Пипо проснулся? О-о-о-о. Ох уж этот Пипо. Пипо, небось, стал ходячим. Ой, как красиво. У меня солнце там отражается на... Вау. Прикольно, смотри. Не надо, не ходи туда. Пердехо. Найн. Ой, бляха. Сейчас её укусят, наверное. Прикинь, сейчас девочку укусят. Пердехо, не ходи. Пердехо. Ебать. Уйди. Уйди, дура. Ой-ой-ой, дядька, не подходи. Рафа, как такое возможно? Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Да, скорее всего... Ой-ой-ой, ни хера. Оттащите, оттащите его, оттащите. Папа, прекрати. Ой-ой-ой, ни фига себе. Папа, успокойся. Это я, Давид. Что вы творите? Он обезумен, напал на Гектора. Он просто не понимает, что происходит. Мама. Мама, бляха, дебилка, тупая рука. Ой, бляха. Ой, бляха. Идиоты. Господи, боже мой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все нормально. Все хорошо. Мама, все будет хорошо. Все будет хорошо, мама. Ой-ой-ой, Дэвид. Блин, мне придется это сделать. Мне придется... Прости, папа. Вот так вот в этой семье начались бейства. А мамашке откусили щечку. Теперь у нее нет щечки. Померите, ее нужно достать в больницу. Дайте посмотреть, дайте посмотреть. Габриэль, где твоя сестра? А вот... Все. Ключи, где ключи? Возьми папину машину, ключи на приборной панели. Хореограф. Тут что, танцы будут? Танцы, танцы. Мама, забери детей. Встретимся в больнице. Только не выезжай на шоссе, оно перекрыто. Нормально. Я подгоню фургон. Где Мари? Я ее не знаю. Мариана, Мариана, нам нужно идти. Я ее ранен. О, давай, милая, нужно идти. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, да, видимо, нам реально показывают, как у них появилась эпидемия в семье. Все хорошо, детка, все в порядке. Окружная больница, я знаю, где она. А это, наверное, жена нашего брата, по-моему. А это их дети. Чего? Тебя тоже кусили? Ох ты ж, ех ты ж, его тоже кусили. И че? Ох ты ж. Какой-то у него синий укус. Нормальное начало, нравится мне. Всегда бы так начинать. Ой-ой-ой-ой, ни хрена себе тут толпина. Ой, здрасте. Красотка какая. Наши дни. Сейчас, наверное, клеммку покажут. Я же тебе говорю, все правильно мы сделали. А, нет, это Хавьер. Предупреди меня, когда не дойду до костра. Черт, никогда не видел такое большое стадо. С каждым разом их становится все больше. Да, ничего хорошего это не сулит. Но они у костра. Твою мать, я встал там в свою бутылку. Стадо дошло до костра. Значит, у нас есть где-то 4 часа. Пойдем, нужно ехать, пока дети спят. Да. Да. А мы, видимо, так и не нашли нашего мужа и бабку, да? Я так и остался с ними. А с мужиком с тем, что сделали? С каким-то нашим родственничком. А у этого нет челюсти. Это либо Клементина постаралась, либо Мишон. Мишон тоже так делает. Но это мы потом с вами посмотрим. Похоже, стадо ускоряется. Мне казалось, что оно идет на ее го-запад, но теперь я в этом не уверена. Фига выросли дети, они уже сколько здесь в транспорте. Каждый раз, когда у меня появляется мысль засесть где-нибудь и переждать, пока стадо не пройдет мимо, меня пугает то, что они нам могут нас окружить. С каждым разом их становится все больше. Нам нужно продолжать двигаться. Пока что это играло нам на руку. Пока что у нас есть припасы, с нами все будет в порядке. Да, может ты и прав. Фургон не самый худший вариант. Мы со всем разберемся. Как и всегда. Эй, я скручу косячок. Какой косячок? Поверить не могу, что тебе удалось найти травку. Ты серьезно? Когда все это началось, люди небось активно принялись выращивать ее. Ну да, ну да. Думаешь, нам сейчас стоит курить? Да расслабься ты. Марьяна слушает музыку, а Гейб дрыхнет. Не думай, что мы спалимся. Детский сад. Мартышкин. Ладно, курну. Курну, ладно, че. Ой, ну и че ты как школьник? Мы подаем шикарный пример. Не судьи меня. Сразу видно, молодая мать. Когда я узнала, что у Дэвида есть дети, я сказала ему, что не стану меняться ради них. А когда он сделал мне предложение, я напомнила ему, что образцовой мачехи из меня не выйдет. Наглядный пример. Он сказал, что согласен, но я-то я знаю, что я его беспокоила. Он все же пытался меня изменить. Ты скучаешь по нему? Я много об этом думаю, если честно. Но я в этом не уверена. Мне всегда смешили мамаши, которые говорили, что вырастешь ребенка. А, это самое трудное, что есть на свете. Но Гейб заставляет меня думать, что в чем-то они были правы. Его перепад настроения, это просто... Не знаю. Когда-нибудь он меня доведет, и я брошу его у обочины. Да шучу я. Че вы курить не умеете, что ли? Ну а че поделать? В последнее время Гейб слишком эмоционален. Уверен, что это просто такой период. Ну да, подростковый там, у него просто женщины нет. Эмоционален? Ага. Мило ты это сформулировал. А ведь люблю этих детей, но мне было гораздо легче, если бы Гейб не напоминал мне, что я не его мать всякий раз, когда разозлится. Он ведь подросток, переходный возраст, гормоны. Сперма в голову бьет. О да, как только у тебя начинает стоять, мир перестает казаться прекрасным. Во-во, я тебя про что? Не знаю, откуда я это знаю. Это серьезно? Стояк не что по сравнению с окровавленными трусами? Подтверждаю! Лучше был бы у меня стояк, чем каждый месяц красные трусы. За стояк. Девочки, вы за стояк или за минстру? Пиши в комментарии. Да дети тебя слышат. А ведь дети тебя слышат. Вряд ли им приятно слушать, как Рэдж говорит на такие темы. Вряд ли это понять, распространяются на матчху и дядю, они спят. Да и к тому же мы им не родители. Ну ладно, и все же. Фу, что это за запах? Эй, Марина! А тебе не хочется еще немного поспать? Да я и так знаю, что вы, ребята, балуетесь с наркотиками. Это очень жесткая формулировка, Марина. Только не говори об этом Гейбу. Это он мне про это все рассказал. О, господи, вы теперь в машине курите. Так, ребята, живо, откройте окна, иначе вас тоже накроют. А пусть их накроют. Может, Гейб повеселее станет? Мы остановимся, чтобы пополнить припасы. Может, Гейб тоже станет веселей? Немножко, парнишка, улыбайся, ведь у тебя утренний стояк. А Марина твоя сестра, значит, женщины нету у тебя. Поэтому проблема стояка! Смени стояк! А то не будет краник течь. Стояк! Это песня про стояк. Поймут только те, кто ремонтирует стояки. Мужья на час. Ну, здрасте, приехали. И шо это? И где это? Ну, здрасте. Ой, мы кого-то сбили. Смотри, нам пятнышко. Какая-то свалка машинная, что ли? Дети, только не выходите, пожалуйста. Ну, вроде бы тут относительно безопасно. Тихонечко. Зомби нету. Они, наверное, отсюда ушли. Перекочевали. О, смотри, загнала машинку. Молодец. Молоточек. А где эта мелкая? Что она делает? Молится, что ли? Хочешь побыть одна, Мари? Я молю Бога о том, чтобы нашли здесь шоколадку. Так, а если серьезно, что нам нужно? Да, в общем-то, все. Если видите что-то полезное, берите это. Ну, хорошее замечание. Ладно, давайте поищем бензин, а дальше будет видно. Ой. Ой-ой-ой. Так, спокойно. Я все сделаю. Я как самец. Б. Я как самец все сделаю. А. Видишь, какой я молодец? Еще разочек. Давай. И. Херакс Б. О, красиво. Минус головка. Эй, ты куда? Ох уж этот подростковый пубертатный перед... А, ну круто. Не скучай. Тоже вот нашел, когда показываю свой характер. Весочно он ничем-то недоволен. Ненавижу, когда они ругаются. Серьезно, ненавижу. Эй, уж поверь мне, всем их без этого никак. Близкие ругаются, затем мирятся, а затем снова ругаются. У тебя хоть бы есть наушники. Да, вот только батарейки, если еще пару недель назад сели. Я сейчас их ношу, чтобы дурачить вас. Умно. Ах ты проворная. Это умно. Это очень умно. Подслушивает, в чем мы там говорим. Было бы неплохо найти еды. На свалке? Все может быть. Последние четыре года люди постоянно обкачевали с места на место, таская с собой всякую херню. Четыре года прошло, значит, нифига. И да, Мари, если что-то пойдет не так, залезь в одну из этих машин. Да. Запрись и не выходи, даже когда станет тихо. Жди как можно дольше. Хорошо. Молодчинка. Ну что, давайте будем собирать тоже припасы? Хорошее вступление такое было. Насос. Так. Насос, молокоотсос. Можно поговорить с Марьяной? Давайте попробуем с ней поговорить. Так. Эй, малышка. Как успехи? Мне нужна ручка. Эмммм. Ручка? Зачем она тебе? Просто есть кое-что, что я хочу, что мне необходимо сделать. И для этого мне нужна ручка. Вчера я думала о той глупой сказке, которую по вечерам рассказывала мне мама. Я ее терпеть не могла. А сейчас... Я осознала, что я не помню концовку. Конец был дурацкий. Мама считала его классным. А я вот идиотским. Короче, ну хочешь написать книгу. Теперь я решил записывать все свои воспоминания. Потому что если я все забуду, воспоминания не станет и меня. По крайней мере, какой-то моей части. Хорошо, я попытаюсь найти тебе ручку. Отличная идея, Марьяна. Ну а пусть ведет дневник. Почему бы нет? Я, если найду ручку, я тебе ее принесу. Обещаю. Как батек этого семейства теперешний, я типа смогу. Давайте смотреть везде. Разбитое окно. Мне кажется, сейчас все произойдет. Приборная панель разобрана. Сидений тоже нет. Он явно не на ходу. Мне кажется, здесь до хрена может быть ручек всяких. О, матрас. Давай потрогаем матрас. Ускориться можно на РТ. Нормально. Ну-ка. Наверное, мягкий. Можно было бы его с собой взять. Или твердый. Так, теперь я жалею о том, что сделал. Но вот не надо своей ручки. Так, давай с этой поговорим. Что она скажет нам? Фейт. Нашла что-нибудь? Я все думаю о том стаде. Если она нас достигнет, то все. Пиши, пропало. И даже твое обаяние нас не спасет. Ты права. Нам будет... Писец. Это точно. А ведь все когда-нибудь закончатся. Бензин. Еда. Ой, не надо так думать. Что если в этом месте ничего нет? И в следующем тоже. И в следующем. Мы этого не допустим. Поняла? Ладно. Я дам этой свалке шанс. Вообще надо выращивать просто. Все, нормально. Надо просто выращивать еду. Типа люди же в древнем веке как-то выжили. Так что и мы выживем. Так, давайте качать бензин попробуем. Здесь нету ничего. Есть у вас бензин? О, фига, насосом. Блин. Надо было осматривать все-таки место. Ну ладно. Я продолжу качать бензин. Надо чекать места. Видишь, какая я? Плохишка. Ну что, течет? Ой, я что-то там накачал. Мало. Но это лучше, чем ничего. Ну да. Лучше так, чем никак. Качать бензин. Давайте, покачаем здесь. Посмотреть. Вон там наш подросток депрессивный, конвульсивный сидит. Эх, уж эти дети. Кубертат, иди к папочке. Давай. О, там тоже есть бензин. Давай, эти. Единственный выживший, который догадались качать бензин. Ну что, лучше? Считай, ничего нет. Нужно найти еще. Давай с братком поговорим. Че, как у него там настроение. Как настроение, брат-братишка? У меня тоже бывают стояки утренние. Ничего страшного в этом нет. Что с тобой творится, дружище? У меня депрессия понятная. Я хочу, чтобы она прекратилась, но ничего не выходит. Мне не нравится, что мы вечно в дороге. Я люблю быть вместе с людьми. Ну, мы есть друг у друга. Как же так? Короче, его достало все. Мы есть друг у друга. Это лучше, чем ничего, верно? Не знаю. Просто оставь меня в покое. Ладно. Но если ты захочешь поговорить, знай. Я рядом. Какой ты маленький дундук все-таки. Вот что себе так паскудно вести? Давай, качаем. Опять не проверяю, но зато качаю. Вот здесь-то должен быть бензин. Это же все-таки этот... Бинго! О, видишь, наполнил. Бензинечко да бензин. Так, РТ сказали ускоряться. О, слушай, нехило он так прискорил. Притопил прям. Нужно найти, короче, моему второму ребенку всякую там эту жвачку, шмрачку. Тут какая-то подъемная лестница есть. Взобраться. И что там будет? Похоже, там есть что-то еще. Да, ты капитан очевидность. Ну, давай заберемся. Нашел что-нибудь? Да. Но этого мало. Гейб? Эй, Гейб, давай заберемся туда. Гейб, не отходи от Харви, понял? Ладно. Маленький такой милый был, а теперь какой-то говнюк. О, офига тут красиво. Вот тут, мне кажется, мы много чего... Эй, гляди, эта машина осталась нетронутой. Отличный улов. Ну, видишь, сразу с пацаном пошел, настроение появилось у него. Нам нужно как-то, видимо, взломать эту бабузеку. Давайте посмотрим, есть ли у него что в бензобаке. Черт, не открывается. Так, подпили. Ладно. Рискнем. Ну, это лучше, чем нихрена. Так, теперь вниз. Да! Ему нравится, когда я матерюсь, да? Ну-ка. Давай, бензин. О, судя по звуку, там очень много бензина. Только посмотри, сколько бензина! Придется немного подождать. Ну, давай поразвлекаемся с тобой. Давай посмотрим на двери скорой. Может быть, там что-то есть? Закрыто. Ну, зато мы обзавелись бензином. Ну, да, тоже говорю, не поспорить с тобой. Может быть, что-то там дальше будет еще? Пойдем посмотрим. Твою мать! Не надо, не надо геройствовать. Это заправочник автостанции. Ну-ка, Y. Кирекс! Минус головка. Похоже, он пришел оттуда. Гейб, будь рядом. Еще поможешь доброму дяде. Там кто-то шурудит. Слышите? Там какие-то непонятные звуки. Мне кажется, здесь кто-то есть. О, здесь какой-то дом. Нифига. Нифига. Заглянуть. Вроде бы... О, фига там запасов. Возможно, мы сможем попасть внутрь через люк. Но тут вряд ли открыто. Конечно же, будет закрыто. Заперто. Ну все, пойдем. Братишкин, я, кажется, добыл еду. Но мне кажется, здесь кто-то живет. Не просто так здесь все заколоченное. И типа, ну... А, вот, наверное, дощечка. Да, видишь, здесь кто-то даже перегородил. Значит, сюда по-любому кто-то ходит. Это не очень хорошая мысль. Мы об этом пожалеем, наверное. Ну ладно, а что делать? Да. Кто-то сюда лазит. 100%. Здесь даже кто-то живет. Гейб, ты должен это увидеть. Я бы ему не стал ничего показывать. Да, здесь кто-то жил. Тут не помешало бы прибраться. Зато здесь нет Муэртос. Они их Муэртосами называют, типа, зомби. Зря ты положил свою колотушку. Сохраняй бдительность. Да, это по этой бдительности, да, ты положил свое оружие, да, свое? Нормальная бдительность. Так, нам нужно найти ручку для нашей девочки. Она попросила. И батарейки. Вот. Возьмем батарейки. Она хотела батареечки. Припасы. Какие-то полки. Постель. Да здесь кто-то спит. Выглядит весьма удобно. И мерзко. Ну, да, кто-то может ссаться на них. Мне кажется, здесь больше ничего такого нет. Давайте с ним поговорим. Что он думает? Ого! Это место набито под завязку. Мне кажется, здесь тогда кто-то есть. Раз оно набито под завязку. Не просто так оно набито, значит. Да, тут еды, конечно, обожрись. Да ну нафиг! К твоему счастью, в этих пуденьках столько консервантов, что они могут храниться веками. Эта еды нам надолго хватит? Пацаны, надо думать. Головой своей. Гляди, клянусь богом, это настоящий пудинг! Правда? К тому же здесь есть не только еда. Тут есть матрас, одеяло. Матрас и одеяло, которые принадлежат кому-то другому. Нам просто нужно пополнить запасы бензина и двинуться дальше. В этом месте и правда есть что-то странное. А если Мэттер так кружит нас? Класс, теперь я официально напугана. Ну, это кому-то принадлежит. Да ладно вам, давайте останемся на ночь. Отдохнем, вкусно поедим. Было бы неплохо провести ночь за пределами фургона. Так, для разнообразия, ну пожалуйста. Стадо идет сюда, или уже не пришло? Нам нужно опередить его, пока не поздно. Не-не-не, пацаны, мы уходим. Не-не-не, мы уходим. Нам нельзя оставаться. Нельзя, это чужое место. Мы возьмем то, за чем пришли и двинемся дальше. Отлично. Еще одна херовенькая ночка в нашем херовеньком фургоне. Ура! Да пошел в жопу ты. Давайте хотя бы возьмем еды. Ну, блин, мы сейчас тут останемся. К нам потом кто-нибудь придет и даст нам потом мандюля. Зачем нам это надо? Я лучше буду плохим полицейским, чем хорошим, и потакать каждой их прихвостни вот этой вот. Переэтовают. Перебесятся. И так сожрали чужую еду. А я тебе, Марьяна, вон батарейки это. На тебе. Кстати, знаешь что? Теперь ты и правда сможешь заглушить нас. Видишь, я тебе нашел батарейки. Видишь, какой я молодец. Сейчас что-то пойдет не так. Спасибо. За то, что поддержал меня. И каково это оказаться злодеем? Да ладно, мы должны быть командой. О, нет, господи, снова спать в фургоне? Я хочу сказать лишь одно. За тобой должок. А за тобой таких должков уже дюжина. Поэтому один я спешу с твоего счета. Спасибо. Эй, Кейт. Можешь нам помочь? Так, давайте не флиртуйте. У тебя вообще-то муж еще есть. Эй, погоди. Так ты сможешь загладить свою вину. Спасибо. Не забудь забрать канистру. Мы скоро выдвигаемся. Шоколадку нашла. Сейчас кому-то дам шоколадку. Че? Опа. Ты делаешь с нашим бензином? Здрасте. Ну уже, говори. Прости, мужик. Слушай, это ведь всего лишь канистра. Нам бензин позарист. Нам? Я так и знал. Ты здесь не один. Ты не похож на одиночку. Это сразу видно. Я знаю, что ты не один. Не беспокойся о них. Они ушли, возвращаться не планируют. Взяли и бросили тебя, а? Рассредоточься искать остальных. Лони, за мной. Не, ну они вроде бы нормально себя ведут. Блин, ну это как бы... Я не знаю, врать здесь, не врать. Сейчас решим. Эй, вы! Ваш паренек у меня! Если хотите, чтобы продырял ему голову, ходите с поднятыми руками! Давай, ты первый! Вот я поржусь, если на тебя нападут твои же люди. Да не нападут. Там у меня женщина и дети. Почему бы не сказать, что у нас... Что у нас женщина и дети? А они спрятались. Ну, видишь? Никого нет. Я тебе про что? Похоже, вы с друзьями неплохо отпировали, а? Послушайте, я достану вам больше еды. Ладно, я вам все верну, клянусь. Это самое мель, что ты можешь сделать. Слушай, я все понимаю, ясно? Вы голодаете, ну а кто нет? На последнем издыхании вы нашли это место, решили, что вам повезло. Вы не прогадали, бывает. Но меня не покидает это чувство... Какое? Что ты нам врешь. Да я не вру. С тех пор, как нас обокрали последний раз, я многому научился. Не спускай глаз с этого мудака, я схожу за наручниками. Так точно. Послушай, твой приятель не очень трезво мыслит, поэтому давай поговорим с тобой, можем договориться. Нет, последнее слово за ним. Слушай, мужик, нам не обязательно. Что это за шум? Ты что там прячешь, парень? Там дети мои. Если тебе что-то известно, лучше скажи сейчас. Мужик, а что, по-твоему, там может быть? Муэртос? Что же еще? Снаружи их так хватает. Мертвецы, а? Тогда нам следует о них позаботься, не правда ли? Не надо. Ой-ой-ой. Зачем ты вот это вот? Ну зачем ты вот это? Да-да-да-да-да, огрек. Не мужчина, я не хочу вас убивать. Так. Я не хочу его убивать, я его не стал убивать. Я его не стал убивать, он жив, он жив. Я его не убивал. Я его не убивал Ты поплатишься за это Так он жив Не стреляй Так я же ничего не делал Ладно посмотрим что будет дальше Пока что в принципе начало положено Начало хорошее Пиши как тебе эта серия в комментарии А мы с тобой увидимся уже очень скоро на этом канале Так что до новых встреч и пока